Иисус Благодарим! Иисус Благодаря Твою добрые воли Благодаря Твои были в amis Мы открываемся из сердца, чтобы принять тоже от Слова Твоего во имя Иисуса. Аминь и Аминь. Слава Господу и Вам всем, всем всем Бог. Наташа, Александр, всем большое-большое спасибо. И, пожалуйста, садитесь и еще один раз добро пожаловать на богослужение. Сегодня воскресенье, главный день недели, и сегодня главное время главного дня недели, когда мы собираемся в Божьем доме, чтобы поклоняться Ему, чтобы общаться, чтобы принять от Его сердца. До того, как мы откроем Библию, просто хочу чуть-чуть рассказать Вам о прошлой неделе. Я был в Гватемале, в Центральной Америке, и служил. И большое-большое спасибо всем, которые молились за меня тоже, когда мы там были. Была очень такая удивительная поездка, удивительные переживания. Дом Божий называется церковь. И выглядит чуть-чуть как олимпийский на самом деле. И большое ободрение, друзья, видишь, что Бог делает в других странах мира. Церковь построила это огромное-огромное здание. Там в столице Гватемала-Сити. И у нас есть фотография тоже, как внутри там. Одиннадцать тысяч двести мест в церкви. АПЛОДИСМЕНТЫ И давайте мы все скажем место. Второе здание! Аминь! Друзья, нам нужно второе здание. Когда я был там, Бог так сильно ободрял меня, чтобы верить за это. И если у нас будет там здание такого размера в Москве, или, может быть, у нас будет несколько зданий в разных местах, чуть поменьше. Но Бог это знает. Но точно, что нам надо пространство, чтобы расти. Нам надо больше места. И как никогда раньше. Я просто чувствую, сейчас время верить в Бога за второе здание. Аминь! И фокусировать, посвящаться для этого. И у нас будет второе здание. Когда был там пастор церкви, он мне сказал, так интересно, с одной стороны, естественно, но он сказал, люди, они едут в другие страны, чтобы видеть здание. Почему люди едут в Париже, Францию? Чтобы видеть башню Эйфела, да? Почему они едут в Москву? Чтобы видеть храм Василь. Да, да, блаженство. Чтобы видеть Кремль. Чтобы видеть церковь слова жизни. Аминь! Ну, конечно. Чтобы видеть здание. Поездить в Китай, чтобы видеть китайскую стену. И здания, они важные. И это, конечно, впечатляет стране, что есть такая церковь там. Но тоже интересно, если это волна Духа Святого, которая просто на Южной и Центральной Америке. И там довольно, но ни одной, там есть несколько таких церквей такого размера в этих странах. Так интересно видеть, что Бог делает там. И я там проповедовал, конечно. Они попросили меня тоже говорить, что происходит в России. И я с удовольствием сказал им, что Бог делает в России. Потому что им тоже интересно. Я рассказал обо всем, что происходит в нашей церкви. Что происходит в нашем городе, в нашей стране. Потому что все знают Россию. Но они только смотрят новости. Но они тоже хотели знать, что Господь делает в нашей стране. Аминь! И они попросили. У меня было там хорошее время. О том, что говорит о нашей прекрасной стране. И о движении Духа Божия тоже в России, и в Москве, и в нашей церкви. И там, конечно, тоже мы встретились с пастором. Кашлюна. Там тоже был пастор Юаким из Упсали. Который у нас проповедовал несколько недель назад. И мы там встретились. И просто удивительный, известный человек. Среди верующих во всех этих странах. Центральной и Южной Америки. И вы можете помнить, что он должен был быть у нас в конференции в сентябре. И он ко мне со слезами сказал. Я бы так хотел ехать в Москву, но заболел. И, конечно, он хотел ехать в Москву. Каждый здравый человек в этом мире хочет ехать в Москву. Правда? Это умный пастор. Ну, понимаешь, что он... Ему так жалко было, что... Ну, он заболел тогда и не смог поехать. Но он сказал, если хотите, я с удовольствием приеду тогда через год на нашу конференцию, которая будет в сентябре. Если все получится, тогда пастор Каш будет у нас. И он делает огромные большие крусейды там, на Южной Америке. Где много людей собираются толпами. И он говорит много о Духе Святой. Из Ливане Духа Святого. Молится за больных. Это просто... Просто так удивительно видеть, что там происходит, что Бог делает. Люди в России, конечно, не так хорошо знают его, что когда будет это время... Давайте поможем друг другу, чтобы распространять информацию, чтобы люди поняли то, что будет хорошее время, я верю, когда пастор Каш приедет к нам. Аминь. И они все, конечно, там говорят по-испански во всех этих странах. Поэтому больше известны в испанском говорящем мире. И вы знаете, что пару недель назад одна девушка из нашей церкви подошла ко мне. Она вышла замуж с одним русским человеком. И она из Колумбии. Он сказал, пастор Мацула, можем ли мы открывать испанское говорящие служение в нашей церкви? Я сказал, никак. Нет, я так не сказал. Я сказал, конечно, конечно. И поэтому мы сейчас открываем. Я был там в Гватемале. Купил там много книг на испанском языке. Те литературу, которые мы отдали сегодня и сейчас, у нас есть испанское говорящие служение. Аминь. Да будет служение в нашей церкви во всех языках, которые есть в нашем городе. Аминь. И тоже хочу просто два слова добавить на счет объявления о рождественском обеде для бизнесменов. Если ты бизнесмен, было бы очень приятно, если ты тоже присоединился к нам. И мы в следующую субботу два часа встретимся в одной красивой гостинице здесь в Москве, чтобы вместо обедать. И там будет программа. И главное будет мини-концерт с Рандой. Аминь. Ради этого стоит ехать из любой страны мира, мне кажется. И там мы и будем тоже. И я уверен, что у Господа есть что-то особенное именно для вас, которые занимаются бизнесом. Я бы хотел тоже встретиться с вами и что-то сказать вам. И, конечно, просто познакомиться больше. Если вы бизнесмен, тогда после собрания там в фойе, там будут наши сотрудники. Там у лестницы, где можно записаться, зарегистрироваться, чтобы вы тоже могли участвовать. Аминь. Слава Господу. Слава Богу. Как дела, Рамель? Средненько. Я тебе не верю. Аминь. И семья Плотниковых так спели хорошо, красиво для нас. И они уже фактически начали мою проповедь сегодня. Сегодня третье воскресенье Адвента. И тема по всему миру в это воскресенье – доброта. И об этом мы и пели также, зажигая третью свечу. Аминь. И сегодня я хочу говорить о доброте. И откройте, пожалуйста, со мной, Галатам, пятую главу. Будем читать 22 стиха. Это стихи, которые каждый студент библейской школы знает наизусть. Аминь. Галатам 5, 22. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Аминь. Здесь говорится о благости, что она часть плода Святого Духа. И это то, каким становится человек, когда исполняется Святым Духом. Он становится добрым человеком. Благим, добрым. Дружелюбным человеком. Щедрым человеком. Такой Бог. И исполнится Духом. Один из плодов всего этого – это доброта. И это то, мой друг, какими мы с тобой должны быть. Ты знаешь доброго человека? Знаешь доброго человека? Знаю. А ты сам добрый человек? Известен ли ты за свою доброту? А ты добр? Полон сострадания? Дружелюбен? Это часть того, что значит быть христианином. Плод Духа – это сила, радость и мир. Но также и доброта. И это то, как Бог смотрит на Церковь. Чем больше мы знаем Бога и чем больше ходим с Ним, тем больше доброта, которая есть на небе, должна проявляться через нашу жизнь на земле. Аминь? И давайте откроем сегодня второзаконие, пятнадцатую главу. Мы побудем в этой главе остаток этого собрания. Здесь из закона Моисеева. И в этом законе было очень много строгих постановлений касательно того, как жить. Лучше тебе соблюдать в субботу. И лучше не есть креветки. Эти законы покрывали многое. Но также среди всего этого мы видим, как Бог говорит людям. И это было, причем сказано еще до того, как они пересекли Иордан. И Бог говорит, вот какой должна быть Моя земля. Когда мы читаем все это вместе, представьте, пожалуйста, со Мною вместе, какое общество Бог видел, когда призывал Свой народ в Свою землю. Потому что так много говорится о доброте. Аминь. С первого стиха. Я пробегусь по стихам здесь, прочитав первую часть. В седьмой год делай прощение. То есть, прощение от долгов. Прощение же состоит в том, что всякий взаимодавец, который дал взаимы ближнему Своему, простил долг. Всякий долг. Должен был быть прощен на седьмой год. Кто бы из вас хотел жить в Израиле вот в это время истории? Было бы неплохо. И Бог говорит в четвертом стихе. Разве только не будет у тебя нищего. Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство. Он говорит о Его благословении. Если люди будут добры друг к другу. Шестой стих. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе. И ты будешь давать взаимы многим народам, а сам не будешь брать взаимы. Ты будешь господствовать над всеми народами. Как благословенное место. И Бог продолжает седьмой стих. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего. И не сожми руки твоей пред нищим братом твоим. То есть не закрой сердце своего. Но открой Ему руку твою и дай Ему взаимы, смотря по Его нужде, в чем Он нуждается. Бог говорит, будьте добры друг от друга. Будьте добры к нуждающимся. И в десятом продолжает. Дай Ему взаимы, и когда будешь давать, Ему не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. И снова и снова Бог говорит, будьте добры друг от друга. И я благословлю вас. Двенадцатый стиль. Если продаться тебе брат твой еврей или евреянка, то в шесть лет должен он быть рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Но снабди его от ста твоих, от гумна твоего и так далее. И вы видите, очень ясно о чем думал Бог. Народ израильский, вы входите в мою землю, и вы будете моим народом. Вы будете святым народом. И вот есть некоторые строгие правила. Заблюдайте субботу. А креветки не ешьте. И свинину не ешьте. И так далее. И потом он говорит, и будьте добры друг от друга. Будьте добрыми людьми. Будьте милостивыми и щедрыми друг к другу. И если вы будете такими, не представляете, как я благословлю тогда эту землю. Как я благословлю твой урожай, твою семью. Это то, что Бог видел. И эта благость, конечно, еще больше подчеркивается в Новом Завете со Христом. Но сегодня удивительно читать об этом с самого начала. Когда Бог отправлял Свой народ в Свою землю. Как Он ожидал, какими они будут. Как Его доброта и щедрость должны были заполонить всю землю. И когда Бог это видел, как Он также говорил, и Я вас благословлю. Я позабочусь о вас. И ваша земля будет преизобиловать всем этим. Я верю в это. Если вы тоже в это верите, давайте, Вас дадим Господу большую славу. Вас дадим Господу большую славу. Аминь. Вот это доброта. Потому что, знаете, за нарушение закона следовало наказание. Но доброта была чем-то добровольным. И Бог хотел, чтобы она исходила из сердец людей. Вот почему, вместо того, чтобы связать с добротой какое-то наказание, Он, наоборот, связывал какое-то благословение. И сегодня, я прочитаю эти места из Писания еще раз вместе с вами. И давайте посмотрим, что они смогут сказать нам сегодня. Вот я христианин, и я исполнен Святым Духом. И один из плодов этого всего в том, что я должен быть добрым человеком. Люди должны помнить обо мне как о добром человеке. О дружелюбном, о щедром человеке, о добром человеке. Это работа Божья. Работа Его Духа внутри каждого христианина. Давайте прочитаем. И начнем с самого начала. Первые шесть стихов говорят о прощении долга. Когда вы читаете их, то важно понимать, что если кто-то впоследствии сможет оплатить свой долг, он должен это сделать. Также это в первую очередь написано бедным, которые не могли за себя платить. В церкви сегодня мы живем в другом обществе. Потому что это неправильно нам продолжать постоянно занимать друг другу деньги или одалживать друг у друга. Это будет хаос. Сегодня в нашем обществе есть банки, которые этим занимаются. В то время не было банков, но были лишь частные лица. Но вот эта щедрость, о которой Бог говорит здесь, имеет отношение к сердцу человека. Он говорит в 4 стихе, «Только не будет у тебя нищего». Это сердце Бога. Чтобы никто не должен лечь спать голодным. Заботьтесь друг о друге. Для того, о том, кто не имеет чего-либо. Будьте для него хорошим, добрым человеком, с открытым сердцем. Чтобы вы могли делиться друг с другом. У нас есть эта программа в церкви. Никто не должен лечь спать голодным. Чтобы те из нас, у которых есть достаток, могли купить дополнительной еды и принести церковь, оставить на столике на первом этаже. И церковь тогда распределит эту еду тем, кто нуждается в ней в церкви. Так, чтобы никто никогда не укладывал своего ребенка спать голодным, потому что ему нечем было его накормить. Знаете, что это такое? Это доброта Божья, которая проявляется в церкви, проявляется в тебе и во мне. Что мы готовы делиться. Никто не должен быть бедным нищим в земле Божьей. Никто не должен иметь недостатков в самых необходимых вещах в жизни. И мы можем. Да, на определенном здравом уровне. Мы всегда можем делиться с теми, у кого нет ничего. И это будет угодно Богу. Потому что Он благ. И Он хочет, чтобы каждый имели необходимое. И когда я начинаю думать так, то это проявление той доброты, которая есть в сердце Отца. И Он продолжает во второй части стиха 4. Он говорит, если вы так будете поступать, и если вы сделаете так, чтобы не было бедных, то благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Он говорит, тогда я тебя благословлю, если я увижу, что ты добрый человек с открытым сердцем. И я благословлю тебя в той земле, которую я даю тебе. Когда мы думаем о том благословении, о чем мы думаем в первую очередь? Я думаю, так легко подумать о деньгах, о наличных. Ну даст мне какую-то сумку. И Он может и наличные дать. Но нам не нужно думать о благословениях Божьих так узко. Божье благословение бесконечно от востока до запада. Нам нужно думать так. Не только в том, что происходит, но также и в том, что не происходит. Когда Он тебя защитил, скажем, от чего-то. Когда чего-то не произошло, что могло произойти. Благословение Бога касается всего, что Он дает мне. Моей жены. Четырех детей. Одежды, которые я ношу. Переводчика. Свободы в той стране, в которой я живу. Движение Святого Духа в моей церкви. Нам надо научиться думать о Божьем благословении более широко. И благодарить Его не только так, что я вот дал что-то и хочу теперь обратно что-то. Я слышал, как один проповедник сказал однажды, вот я даю пожертвование, и иногда Бог благословляет меня в ответ, иногда не благословляет. Я сидел и думал, а я с этим не согласен. Я верю. Бог всегда благословляет меня. Потому что Он так сказал в Своем Слове. Аминь. Мне нужно просто подумать чуть шире и увидеть чуть дальше, что человек посеет, то он и пожнет. Бог сказал так. И я верю в это. И Бог пообещал народу израильскому. Замечайте бедных среди себя. И я благословлю вас в той земле, которую даю вам. Аминь. Давайте чуть дальше прочитаем. Седьмой стих. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих, на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не жесточи сердце твоего, и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Аминь. И снова Бог продолжает. Он говорит о доброте, которую Он хочет видеть в сердце каждого человека в этой стране. И Он говорит, вот видишь бедного, когда ты видишь кого-то, кто имеет нужду, и Он говорит, не ожесточи сердце твоего, и не зажми руки твоей, но открой ему руку твою. Другими словами, есть борьба в нас. Я могу ожесточить сердце, я могу отвернуться от нуждающегося во мне, и обрести такой образ жизни, чтобы он крутился вокруг меня, моей жизни, и того, что мне нужно. Но Бог говорит, не будь таким. Мацула, будь добрым человеком. Думай о других. Не закрывай сердце. Не закрывай своих рук. Не будь жадным. Но будь как я. Знаете, некоторые люди, не все, приезжают в Москву и говорят, ну, Москва – это жесткий город. Все думают только о себе. Все куда-то бегут, бегут. Я не знаю, но друг мой, давай сделаем Москву хорошим городом, добрым городом. Давай будем светом миру. Пусть благость Бога будет видима в тебе каждый день, где бы ты ни был, ты христианин, и у тебя есть Святой Дух, и плод Святого Духа в том, что ты становишься добрым человеком. Не закрывай сердце. Когда просыпаешься утром, подумай, пусть доброта Бога проистекает через меня сегодня. Я сказал вам, что я съездил в Гватемалу. Я съездил туда проповедовать, и проповедовал им горячую проповедь о пророке Илье. Молодец. И потом вернулся домой, но это не все. А каким я был? Все началось с того, что водитель заехал за мной, ко мне домой, и отвез в Шереметьево. Потом я летел из Шереметьево в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Гватемалу, и кто-то из водителей встретил меня там, отвез в гостиницу. Я там выжил пять дней, а потом обратно летел через Лос-Анджелес. Кто-то меня там встретил, потом в Шереметьево здесь встретили. Но каким я был? Я встретил много людей. Был ли я добрым человеком? Был ли я дружелюбен к ним? В аэропорте в Лос-Анджелесе один человек сказал мне, «Бог отправил вас ко мне». Такие всегда рядом. Бедные. Если мы только их замечаем. Если наши сердца открыты. Дело не только в том, чтобы проповедовать проповедь, но плод Духа — это доброта. Не закрытие сердца. Не закрытие рук. Но когда ты открываешь их широко, вот как Бог видит нашу жизнь. И вот какими Он хочет нас видеть. Что насчет сегодняшнего дня? Вот я проповедую церкви. Как я относился к людям сегодня? Что я буду делать, когда собрание закончится? И буду ли я добрым человеком? Не знаю. Но Бог хочет, чтобы я был таким. Благость – доброта. Это часть того, кем мы становимся. И часть того, как мы относимся к людям всю свою жизнь. И мы не должны быть людьми, ожесточающими сердце. Которые развивают себе такой образ жизни жадного человека, закрытого человека. Есть история о Толстом. Как-то он шел по городу, и там был попрошайка, который обратился к нему и сказал, «Дайте мне денег немного». И Толстой сказал, «Прости, брат, у меня нету сейчас». И тогда попрошайка сказал, «И не важно. Вы назвали меня братом». Доброта – это не всегда что-то дорогое, мой друг. Но это то, какими мы являемся. Как мы встречаем людей. Они должны видеть вас. Характер вашего Бога. Характер вашего Отца. Который проявляется в нас. Сказано здесь, что мы с готовностью должны здесь сказано, «Открой ему руку твою и дай ему взаймы». Чтобы обрести такое отношение, это великая победа. Мы собирали пожертвование сегодня. И пастор Евгений говорил, «Сейчас мы соберем пожертвование. Если вы обрадовались, когда он сказал эту фразу, то вы обрели что-то очень-очень драгоценное. Аминь. Если, скажем, вы пошли, встали в очередь, чтобы пожертвовать карточкой или дали в ведерко, если вы чувствовали радость, делая сие, то благословенны вы. Вот такими Бог желает нас видеть. Он хочет, чтобы мы с готовностью открывали свои руки, когда давали пожертвования сегодня, кормили бедных, обеспечивали церковь, помогали наркоманам избавиться в нашем городе. И Бог хочет, чтобы мы это делали с таким готовым, желающим отношением. И Бог сказал, аминь. Давайте продолжим. Посмотрим 9 стих. Он говорит, «Берегите, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль, приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался ни милости к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возобьет на тебя Господу, и будет о тебе грех». Здесь говорится о чем-то, о том, какой доброта должна быть. Не надо подсчитывать. Потому что вот в их системе, сегодня у нас другая система, каждый седьмой год долги прощались. И Бог видел, когда человек думал так, «О, скоро канун Нового года, а Жене нужно что-то от меня. Если я ему дам сейчас, то 1 января все должен простить, аннулировать. А вот если 2 января ему дам, «О, 7 лет, и у него будет время выплатить». Подожду-ка я 2 января. А Бог говорит, «Не будьте такими. Не будьте считающими такими. Не надо подсчитывать. Будьте добрыми. Не ища ответ чего-то. Будьте добрыми. Без притворства. Делайте добро. Не подсчитывая, а какую выгоду это мне принесет. Будьте как я. Будьте добрыми от добрых сердец по отношению к людям. И я благословлю вас. Потому что иногда мы немного подсчитываем, какую мы выгоду получим. Но Бог сказал этим людям, «Не будьте такими». Доброта может быть чистой. Без каких-либо мыслей за нею. Книга «Деяния» расскажет нам одну историю про одного человека, которого звали Варнава. У него был участок земли. И стоил он много денег. И он любил Господа. Он любил церковь. Он продал свой участок земли. И взял все деньги. Может быть им нужно было здание или еще что-то. И он принес этот участок. Принес деньги апостолам, дал церкви. И церковь это видела. Иногда в этом нет ничего неправильного, чтобы люди видели, когда ты даешь, если даешь от чистого сердца. и все увидели, «Варнава дает». О, Варнава, спасибо! Вау! Слава Богу! Такой хороший брат Варнава, да? Аминь! И там одна парочка видела все это Анания и Сафира. О, нам бы тоже такого хотелось, чтобы люди подходили и говорили, «О, вы такие щедрые!» Так вот, у нас тоже участок земли, они сказали. И они согласились. Давай продадим участок, но всего не будем отдавать церкви, но дадим только часть. А при этом скажем, что отдали все. И тогда все люди будут подходить и говорить. Будут говорить. Ананиас и Сафира, и такие хорошие. У меня мурашки, когда я думаю о вас. И они будут чувствовать себя так хорошо. И вот они пришли в церковь. Вот принесли часть денег. Но сказали, это все деньги. Мы поступили, как Варнава. И Петр сказал, нет, ребята, это не все. Вы обманули. И это не доброта. У вас есть скрытые мотивы здесь. Бог не такой. И сказано, что они оба пали замертво перед Петром в церкви. И Библия говорит, что страх Господень напал на церковь. И знаете, это один из стихов Библии, в котором я никогда не сомневался. Я уверен, что страх Господень действительно нашел на всю церковь, когда все увидели, как те упали замертво. Я в этом не сомневался. Вот такими мы не должны быть. Мы не должны тут подсчитывать. Когда мы проявляем доброту, мы должны действовать из той доброты, которую Бог дал нам в наши сердца. Благословение. Не ожидая при этом в ответ ничего от людей. Вот какой является доброта Божья. И сказано здесь, вот не поступайте так, чтобы вопль нищего не поднялся пред Богом. И здесь как бы Бог добавляет соли. Кто из вас хотел бы, чтобы вопль нищих поднимался против вас в день суда? Никто этого не хотел бы. Никто. Давайте будем добрыми людьми. Давайте будем открытые сердца иметь. Давайте будем желать. Давать свое время. И то, что у нас есть тем, кто имеют нужды вокруг нас. Это то, что Бог сказал своему народу. И потом Он говорит в 10 стихе Дай Ему, и когда будешь давать Ему, не должно скорбеть сердце твое. Для нас не должно быть трудным. Например, расставаться со своими деньгами, если это то, о чем мы говорим. Рамиль, Бог дает мне сердце благословить тебя. Спасибо. Да. Ну, Рамиль, я передумал. Ну, пожалуйста. Это не должно быть так. Это не должно быть для нас травмой. Когда мы что-то отдаем. Ты сильно хочешь это, да? Да. А что я вот делал сейчас? Не должно быть так. Вот эта готовность делать добро, это делает жизнь стоящей того, чтобы жить. Когда я знаю, что я это делаю, я воздаю честь Богу. Вот каким Он хочет видеть человека. Я помогаю брату, который нуждается, и ничто не должно меня больше радовать, чем это. И тогда Бог продолжает сразу же и говорит, «Ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками». Снова и снова Бог продолжает говорить, «Когда твое сердце открыто, я благословлю тебя». И он говорит, «Я благословлю дела твои и поля, и жатвы твои, и кузницу, в которой ты работаешь, и ту школу, где ты обучаешь детей. Я дам преуспевание к чему бы ты ни прилагал в свои руки. Если ты добрый человек, если живешь так, не переживай, мое благословение компенсирует любую потерю. Все, что ты отдашь, все вернется и вернется с избытком». Бог пообещал снова, снова и снова. И это возвращается по-разному, но это все равно возвращается. Бог хотел, чтобы народ это понял. Понял, что я с вами, и моя рука будет над этой землей. Если ты будешь добрыми друг к другу, если будете иметь открытые руки, открытые сердца, тогда моя рука прибудет над вами. И он продолжает. Двенадцатый стих. Если продастся тебе брат твой еврей или евреянка, то шесть лет должен быть он рабом тебе, а в седьмой год отпусти его от себя на свободу. Здесь время, когда они были рабами, и это было распространено в мире. Слава Богу, что нет рабов сегодня. Но Бог сказал, седьмой год, отпусти их всех. Навсегда. Что это такое? Но для нас у нас тоже могут быть люди, насчет которых вы как-то чувствуете, что они обязаны вам. Люди, которых надо простить. Люди, которых эмоционально надо освободить. Люди, может быть, которые не делали добрых вещей, мне, я чувствую, они должны мне чем-то. Послушайте меня. Замечательно отпускать кого-то на свободу. Отпустить всех на свободу. Никто в этом мире ничем мне не должен. Если ты поступил со мной неправильно, то, что касается меня, ты не обязан приходить ко мне и просить у меня прощения. я уже тебя простил. Может быть, я сделал для тебя что-то хорошее. Дал тебе сто рублей на каждом собрании в эти выходные. Я чувствую, может, пришло время воздать чуть-чуть. Как, Рамиль, чувствуешь, что Дух Святой говорит с тобой о чем-то? Сейчас. Ничего не чувствую? Правда? И знаешь, замечательно быть свободным. Чтобы я не сделал тебе хорошего, ты мне ничем не обязан. Доброта это свобода. Отпусти рабов на свободу. Проживи так, чтобы чувствовать, что никто мне ничем не должен. Вот что значит следовать за Христом. Но я покрышки твои уже четыре года подряд меняю. А ты мне ни разу не помог. А ты что-то сказал злое обо мне. И даже не попросил у меня прощения. Некоторые люди ходят так по жизни, вот с такой какой-то неприятностью в сердце. Не делай этого. Отпусти. Седьмой год. Отпусти. Имей сердце. которое открыто. Руки, которые открыты. Будьте как Бог, который спас вас. Пусть это доброта. А почему Мацулла я должен это делать? Из-за Него. Из-за Духа Святого. Плод Духа Святого. Он делает нас такими. Может быть, вы помните Корнилия в Деяниях 10. Он был богатым человеком. И это было время, когда только евреи слышали Евангелие. Вы помните историю, когда ангел обратился к Петру? Дух Божий сказал Петру и сказал, что тот должен пойти в дом Корнилия и проповедовать Ему. Это был первый раз, когда Евангелие проповедовал с язычникам и Корнилию. Что про Корнилия мы знаем? Немногое. Но мы знаем, что он был добрым человеком. Он боялся Бога. Он был добрым. Библия говорит, он был милостивым. Говорит, милости твои вспоминаны перед Богом. Бог благословил его. Благословил его работу. Он был богатым. Благословил его духовно. Отправив к нему Петра, чтобы тот проповедил Евангелие. Это замечательный пример. для тебя и для меня сегодня. Вот как я хочу прожить свою жизнь. И затем, когда он говорит так в 13 стихе, когда уже он сказал, что отпусти раба от тебя, не отпусти его от себя. 13-й, когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками. Но снабди его. В английской Библии щедро снабди. Вы подумайте, арабы владельцы. Ну, Боже, что ты имеешь в виду? Я должен его отпустить свободным и еще благословить его при этом. Зачем? Почему? Потому что, Мацуо, ты добрый человек. Это то, что добрый человек делает. Ему нужен новый старт в жизни. Будь добрым к нему. Ну, Боже, а сколько мне дать ему тогда? Бог при этом ничего не говорит. Дело за тобой. Ну, давай тогда пять копеек я тебе дам. А Бог говорит, хорошо, но той меры, которые ты меряешь ему, я отмерю и тебе. То, что ты сеешь, ты пожнешь. Господь учил их быть добрыми. В этом мире нигде в другом месте не было ничего подобного, кроме как среди народа Божьего. И надо благословить его, этого раба, щедро. И если Бог это видел, то Бог был доволен, и Бог говорил, да, вот каким я хочу видеть свой народ. Я хочу, чтобы другие народы мира смотрели на землю Израилеву, смотрели на то, как они боятся меня, и как они соблюдают субботу, и также как они добры друг о другом, как они заботятся друг о друге, и как сердца их не закрываются, но открываются, и как руки не закрываются, но открываются, и весь мир увидит, как рука моя прибудет на них, чтобы благословлять их, и они смогут санимать, давать в долг всем, и им не придется брать взаймы у кого-либо, потому что там, где есть доброта, там будет и мое благословение. И в 15-м стихе так. Бог подытоживает. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой, поэтому я сегодня и заповедую тебе сие. Матсула, помни, кем был ты, прежде чем встретился с Богом. Помни, что Он сделал для тебя, Он дал тебе все. Помни, что имя твое записано в книге жизни, и что у тебя есть дом, который ждет тебя на небе. Помни Божью любовь к тебе и воздавай тем же миру, чтобы быть добрым человеком. И не переживай, я благословлю тебя, я благословлю тебя с избытком, если ты так будешь жить. Мы как церковь, мы пытаемся что-то делать и должны делать больше, для бедных людей в городе, наркоманов. У нас есть программы в церкви, есть эта программа, что никто не должен лечь спать голодным, когда мы делимся едой друг с другом. Есть также программа для мам, которые воспитывают детей в одиночку, без мужа. В Москве это совсем нелегко делать, и церковь пытается им помочь, как служение, также служение детям с особенными нуждами, когда помогаем друг другу через домашние группы. И после собрания вы сможете принять участие в рождественской коробке, когда сами сможете коробку собрать для ребенка в детском доме. Но знаете что? Это программы. Но доброта, послушайте сейчас. Во-первых, это ты и я. Это мы. Это то, как мы живем в своей жизни. Это то, как мы начинаем день. И то, как мы едем куда-то, когда идем по жизни. Добрый ли ты человек? Ты должен быть добрым. Ты христианин. И это плод Святого Духа. Сила, радость, мир, но также доброта, милость, дружелюбие, сострадание к тем, кто нуждается в тебе. Клайв Льюис сказал кое-что, что было очень мудро. Он говорит, иногда я молюсь за человека тогда, как должен был бы пойти и помочь ему. Это очень мудро. Молитва — это хорошо, но она не может заменить какое-то доброе дело для человека, когда ты можешь его сделать. Позвольте в конце сказать так. Маленькая история из нашей семьи. Несколько недель назад у нас был такой непростой день с детьми, такой вечерок непростой. И когда мы укладывали детей, они понимали, не очень хорошо день прошел. И когда я укладывал Андрюшу в кровать, он сказал мне, скажи маме, чтобы она посмотрела на маленький столик, который около кровати ее, когда будут ложиться спать. Хорошо. И когда мы укладывались спать, я сказал жене, посмотри на столик. И там была маленькая записка. Вот она на экране. А он написал ей такие слова. Ты лучшая, самая добрая, самая красивая, самая лучшая мама во всем мире. И нет никого лучше тебя. Я люблю тебя. И мама, я знаю, что ты знаешь, что я люблю тебя и что ты лучшая. И я заметил, как она держала в руках этот листочек и сидела у кровати и плакала. И она сказала, это лучшее, что было со мной во всей моей жизни. Знаете что? Доброта не обязательно должна быть дорогой. Доброта — это когда ты простираешься к кому-то, о ком ты знаешь, что он нуждается в тебе. Любовью Божьей, добротой у Божьей. И как мы пели в той песне, что эта доброта через твою и мою жизнь может изменить этот мир. Давайте вас задим Господу большую славу. Давайте прославим Бога. Ави. Ави. Встаньте, пожалуйста. Отец, мы благодарим Тебя. Отец, за это воскресный день мы благодарим Тебя. Господь, за Твое присутствие здесь, что Ты говоришь нам, но также меняешь нас. Отец, Ты знаешь все об ожесточении сердец наших, но как так же Ты призываешь нас, чтобы мы открывались, открывали свои сердца и руки и доверяли Тебе, что Ты благословишь человека, дом, страну, которая будет жить так. Мы молимся сегодня. Приди Твоим Духом, приди Твоим Святым Присутствием, подними нас, чтобы Твой свет воссиял над нами, и мы могли бы измениться еще больше, чтобы быть похожими на Тебя во имя Иисуса. Давайте воспоем Господу. Благодарю a blessed просто я благодарю, просто я благодарю. тебя иисус а тебя иисус а 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 у нас у всех должно быть желание быть добрыми людьми и здесь сегодня есть много добрых людей ты скажешь мацу это не так я знаю вас знаю тебя здесь много добрых людей но где бы мы не были в жизни есть безграничное большее количество того что мы можем получить от бога он может продолжать расширять наши сердца открывать наши руки и наполнять нас своей добротой чтобы мы несли ее в этом в мир и жили и в сице внутри и в семье божьей в церкви если вы этого хотите я хочу помолиться за вас если вы этого хотите исполнится духом святым и плодом духа святого силою радостью миром но также добротою милостью состраданием если вы этого хотите поднимите руки по отец во имя иисуса я благодарю тебя сегодня что ты приходишь к каждому жаждущему сердцу ты наполняешь каждый упустушенный сосуд который простирается к тебе и мы знаем внутри нас нет ничего хорошего но доброта приходит от тебя от духа твоего и только от тебя и только только через то что ты меняешь сердце человека человек поистине может быть добрым чистым в своих мотивах Господь молюсь я за всех тех кто с нами сегодня здесь в церкви также по интернету и во многих домах я молюсь за них чтобы твой дух наполнил их сердца разогрел их изменил нас я молю тебя Господь чтобы ты ответил на нужды которые у нас есть больше тебя чтобы мы изменены были тобою потому что только ты и только твоей благодатью можешь изменить человека в тот образ который ты видишь в нем я благословляю эту церковь благословляю каждого здесь и Господь да будет так чтобы твоя доброта проявлялась через нас внутри церкви и к людям с которыми мы встречаемся во имя Иисуса аминь аминь да будет благословенное имя Господа благословляю тебя 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 Просто я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус. Просто я благодарю. Просто я благодарю. Дух Святой действует среди нас. Чувствуй в своем сердце. Есть кто-то здесь. И твое сердце было таким закрытым. И сейчас, когда мы молимся и поем, чувствуется, что что-то сокрушается внутри тебя, как будто ты можешь начать снова дышать, как будто сердце открывается. Давайте все закрываем глаза. Все, пожалуйста. Если это про Тебя, тогда просто подними свою руку, чтобы я мог видеть Тебя. Хорошо. Пожалуйста, опусти руку. Спасибо, Отец. Спасибо, Господь, за то, что ты делаешь внутри наших сердец сегодня. Я молюсь за этих людей, которые поднялись на руку. И молюсь, Господь, да будет постоянная перемена, изменения, как у Захеев, которые откроют такую свободу, что мне никто ничем не должен. Я могу быть добрым, потому что мой Бог добрый. Да будет так, Отец. И пусть Твое благословение сойдет на этих людей, Отец, определенным образом. Молюсь об этом во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Аминь.